Народная артистка России, художественный руководитель хора имени Пятницкого Александра Пермякова отмечает юбилей. Легендарный коллектив она возглавила в 89-м и в сложные 90-е не только сохранила его, но и успешно развела достижения своих предшественников. С Александра Пермяковой встретил наш корреспондент Анастасия Егорова. Оля, это песня основы репертуара, понимаешь, это подлинная русская народная песня. Какой номер хор имени Пятницкого исполнит на следующем концерте решается прямо сейчас. Александра Пермякова с самого утра обсуждает детали программ, затем репетиция. Нужно быть в тонусе концерта каждую неделю. Худрук живет в ритме своего коллектива. Идешь сюда утром, а во сколько уйдешь, это совершенно неизвестно. Как пойдет у нас так? Они мне не задают вопроса, до которого час у нас репетиция. Как пойдет? Александра Пермякова в хоре имени Пятницкого уже 50 лет. Поступила в коллектив сначала стажером, затем стала солисткой, а потом и руководителем. Самый финал русской луговой. Самый финал. Александра Пермякова начала руководить хором с конца 80-х в непростое для страны время. В период перестройки необходимо было менять и репертуар. После авторских произведений хор начал исполнять народные песни разных регионов России. Мне артисты говорили, Александра Андреевна, мы пели такие песни. Мы пели Анатолия Новикова, Соловьева-Седова пели песни, Тихона Хренникова. А вы нам принесли какую-то это не песнюшку. Нам ее петь стыдно будет. И вот нужно было пройти через этот барьер для того, чтобы убедить, что из русской народной песни можно сделать подлинный сценический шедевр. С тех пор в хоре имени Пятницкого обновилась не только программа, но и состав исполнителей. Александра Пермякова взяла молодых ребят из 31 региона страны. Говорит, это важно для коллектива. У артистов из небольших городов другая природа, они лучше чувствуют народную музыку. Она и сама все еще не привыкла к столице, по-прежнему ощущает себя гостем. Более 50 лет в Москве я не привыкла к такому большому городу. Я не привыкла. Вот для меня маленький город какой-то, приезжаешь в ту же Кострому, в тот же Владимир, в Ярославль. Вот это мое. В концертные номера Александра Пермякова привнесла элементы эстрадного исполнения. Добавила свет, яркие костюмы. Критики, журналисты и зрители говорят, каждое выступление хора имени Пятницкого показывает душу русского народа. Практически на всех концертах Александра Андреевна за кулисами, чтобы увидеть, что еще не удалось довести до совершенства. Анастасия Егорова, Дмитрий Яковлев, Новости культуры. К юбилею Александра Пермяковой смотрите сегодня на сайте нашего канала онлайн-трансляцию концерта из зала имени Чайковского. Начало в 19 часов.